Урожай каждый день на фермах у майнеров. Это люди, которые добывают деньги из интернета. У биткоинов нет единого печатного станка. Теоретически добывать их может каждый на своем компьютере. Это называется майнинг. Передача биткоинов происходит от человека к человеку, минуя банки. Продавец и покупатель знают только номера счетов друг друга. Контроль, который идет за валютой, он сосредоточен в обычной валюте в одном месте. Центробанк, либо резервная федеральная система в Соединенных Штатах и так далее. Здесь немного. Сделано совсем по-другому. Все перевернуто. То есть практически платеж совершается в открытую. И чем больше о нем узнают, тем больше на этом можно заработать. Почему и говорят, чем мощнее компьютер, тем я могу больше заработать. Чтобы переводы не дублировались, их отслеживают миллионы майнеров. Они хранят архив переводов в тот самый блокчейн. За это система вознаграждает майнеров криптовалютой. Сама технология блокчейн позволяет вам не постоянно скакать самому с одной криптовалютой на другую, а, грубо говоря, это алгоритмы сами выбирают, как его вам майнить. То есть, если сейчас, например, дороже биткоин, то ее майнить прибыльнее, чем, например, эфириум. Чтобы намайнить побольше, создают фермы. Специальный цех с большим количеством мощных видеокарт. Пример домашней майнинг фермы показывает на своем подоконнике майнер-любитель Александр Щеголев. Чтобы проводить транзакции, необходимо их шифровать. Крипто – это как раз и обозначает шифрование. Для этого необходимы довольно значительные вычислительные мощности. По сути, майнинг основан на математических вычислениях и представляет собой электронную платежную систему. В процессе участвует компьютер. Майнер предоставляет вычислительные мощности системе и за это получает вознаграждение в виде криптовалюты. Я сейчас иногда подшучиваю, что ферма зарабатывает мне на коммуналку, которая зимой составляет довольно значительную сумму, помимо электроэнергии. Ну и такое вложение, скажем так, будет еще довольно долго работать, я надеюсь. Вот, конечно, прогнозировать, что будет происходить на этом рынке, сложно. Но, с другой стороны, мои риски не такие большие. Эти комплектующие можно потом использовать в стационарных компьютерах. И чем производительнее компьютер, то есть майнинг-ферма, тем больше можно заработать виртуальных денег. Само умение разбираться в блокчейне все чаще появляется в запросах работодателей при поиске новых сотрудников. Работодателями выступают как стартапы, так и крупные компании. При этом спрос на специалистов растет с каждым месяцем в разы и значительно превышает предложения. В мире появляется все больше новых криптовалют и проектов на блокчейне, которые выходят на ICO, Initial Coin Offerings, в ходе которых им удается собирать большие суммы как от крупных инвесторов, так и от обычных людей. И на волне всего этого спроса требуются соответствующие специалисты, и не только разработчики этих всех проектов, а также и те люди, которые будут продвигать данные проекты, то есть маркетологи, копирайтеры, СММщики, пиарщики. Таким образом, на таких специалистов действительно охота. И можно посмотреть на HeadHunter или на SuperJob. То, что, во-первых, вакансии такие реально существуют, и зарплата намного выше среднерыночной. За золотой лихорадкой 21 века финансисты и математики наблюдают с большим интересом и с недоверием. Криптовалюта возникла с кризисом мировой финансовой системы. Будет ли дальше расти курс биткоина и долго ли продержится вся система, не знает никто. Есть легенда, что американцы хотят раздуть криптовалюту, укрепить доллар, обрушить криптовалюту, и укрепленный доллар опять на смену придет к криптовалюте. У профессора Александра Пылькина даже есть монета биткоин. Он рассказывает, что купил ее уже более пяти лет назад для коллекции. Если я ее вам подарю, или кто-то у меня ее отнимет, это не платежные средства. Платежным средством является код этой монеты. Понимаете? Весь, так сказать, привлекательность в этом. Что это нельзя отнять. Поэтому само по себе биткоин, я считаю, это знание. Ну, знание немножечко не в том понимании, к которому мы привыкли, а знание, которое связано с применением компьютера. И если криптовалюту многие называют мыльным пузырем, а мир к ней не готовым, то технологии блокчейн, лежащие в основе криптовалют, интересуются все больше. Инвестиции в стартапы, работающие с блокчейном, растут с каждым месяцем. Уникально тем, что в нее нельзя влезть и понять, что там, каким образом, что закодировано. То есть, те процедуры, которые используют для кодирования, они же, с одной стороны, в цепочку, параллельно несколько цепочек, выбираются там самые длинные и кодируются этой цепочкой и так далее и тому подобное. И в приемливое время декодировать это невозможно. А пока в каждом городе появляется все больше товаров и услуг, которые можно оплатить биткоинами. В Рязани, правда, пока нет ни одного такого магазина или кафе. Алина Куколева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».